Дорогие друзья, братья и сестры, продолжаем тему «История церкви», шестой урок. На чем мы остановились в конце 5-го? Как государственная религия Римской Византийской империи. То есть в это время зарождались все основные ереси. В общем-то, самые такие глобальные ереси мы вчера записали. И вот по порядку я хочу кое-что прояснить. Во-первых, мы записали что? Многобожие, да? Многобожие как идеологию, как религию в христианстве. Знаете ли, это трудно себе было представить раньше. Первых 300 лет. Мы должны запомнить кое-что сейчас. Цифры многие, имена. Можно много давать сейчас, но, понимаете ли, мало что было запомнено. Но надо запомнить кое-что очень важное. Первое, запомните, что первых 300 лет, когда христиан гнали, церковь гнали христианскую, в христианстве не было многобожия вообще как такового. То есть, христиане молились только лишь Богу. Все. Знали Отца, Сына, Святого Духа. И этому есть масса свидетельств исторических. Потому что христиане всегда провознашали имя Иисуса Христа. За имя Иисуса они умирали. Никто из христиан того времени не умирал за имя Богородицы, за имя кого-то из апостолов. Они не молились кому-то еще из святых, допустим, умерших. Или ангелам. Есть, допустим, Дедахе, другие памятники того времени, литературные, исторические. Во всех этих книгах, материалах, проповедях, фрагментах поучений, везде говорится о том, что христиане молились только лишь Богу. И никому другому вообще. Не ангелам, как посредникам. Христиане первых трех столетий четко и ясно понимали библейскую картину спасения. Новозаветную дорогу спасения, которой есть сам Иисус Христос. Он есть путь, истинная жизнь. И никто не приходит к Отцу, а только лишь через Него. Это знали христиане все. Но, хотя, и здесь есть своя ложка дегтя. Нельзя идеализировать первые три столетия, конечно. Нельзя нам через розовые очки смотреть на эту картину. Я покажу эту ложку дегтя. К сожалению, в те времена, в то время, не только... Ну, в основном христиане были, да. Христиане, евангельские, библейские, мыслящие христиане. Но находились и такие христиане, как бы в кавычках, да, которые называли себя христианами, но которых было ничтожное количество в процентном отношении. Были такие секты, проще говоря. Были такие секты христианские, называющие себя христианами, которые имели уже некоторые ереси. Их ученые называют, и сами они себя называли гностиками часто. Гностики. Вам уже говорили о гностиках, да? Вот гностицизм, как бы знание, да, гностики, знание. Вот гностики, знайки, как бы проще говоря, были не христиане, но и были те гностики, которые называли себя христианскими гностиками. Христианские гностики. Допустим, вот в те, вот еще до 313 года, такие известные гностики христиане, как бы условно говоря, в кавычках я их все время называю христиане, были карпократиане. Последователи такого учителя, ну, лжеучителя, понятно, карпократа. Карпократ и карпократяне, вот запомните их, пожалуйста, это пригодится тоже. Потому что, знаете ли, даже в то время, к сожалению, уже первые ростки лжеучения, они проклевывались. Хотя христианство в целом было свободно от этого лжеучения. И христиане, ну, в Риме, там, везде, по всему тогдашнему римскому пространству, римской империи, они, знаете ли, не общались такими, вот, как бы, отщепенцами, на самом деле, отщепенцами. Потому что карпократ, этот лжеучитель, он назывался христианином. Но его христианство было не библейское христианство. Карпократ. Карпократ. А учеников, поэтому, называют в истории, в материалах карпократиане. Последователи. Христиане, карпократиане, еще так пишут некоторые, в некоторых учебниках, католических учебниках, допустим. Христиане, карпократиане. Но карпократ, это лжеучитель. И карпократиане, его последователи учили так, что Иисус есть Христос, это правильно, но дальше они, как бы, запятую ставили. Продолжали. Но он является якобы не уникальным. Якобы это одно из многих воплощений вечного Логоса, вечного Слова. Мы знаем, что вначале было Слово, и Слово было. Бога, и Слово было Бог. И все через Него начало быть, что начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Это понимали тоже хоропотяне. Но, к сожалению, они имели свои лжеучения. Они говорили, что Иисус это одно из многих воплощений Логоса. И они говорили так примерно. Что предыдущими воплощениями Логоса были тот же самый Сократ, тот же самый Аристотель, Пифагор, отец честного магии, другие, в основном эллинисты. Они называли их тоже Христами. То есть, Сократ Христос, Аристофель Христос, Пифагор Христос, Иисус Христос. Но больше того, Карпократ считал, что Иисус это не последнее воплощение Логоса, что будут еще другие воплощения этого Логоса на земле. И ни много ни мало, он не страдал скромностью, он самому себя считал тоже воплощением вечного Логоса. И поэтому он Карпократ Христос. Конечно, он никого не Христос, но смуту он некоторую ввел, к сожалению. Совращал в свою секту некоторых неутвержденных христиан, вот этой мистикой, мистериями. Кстати, о Карпократии пишут, по-моему, Ирине Леонский, ну кто-то из отцов писал о нем подробно. О Карпократии мало информации сохранилось и о Карпократианах, но известно, что первые изображения Христа именно приписывают как раз к Карпократианам. Потому что для них это было нормально. Для них бюст Пифагора на служении, это то же самое изображение Христа. Или, допустим, бюст Аристотеля. Или самого вот этого Карпократа, изображение, да, это было изображение Христа. Поэтому они считали, что изображение Христа можно иметь. Вот, но хотя свою религию они, думаю, шифровали. Это было какое-то тайное учение. Ну так, по поводу Карпократиан, еще известно, что именно приписывают Карпократу первым, что якобы ему первым пришла такая идея, мысль такая, праздновать день рождения Христа, Рождество Христа и его крещение Христа. И говорят, он приписывал, ну, свой день рождения, отмечал как именно день рождения Христа. Ну, как бы, ну, то есть, бредовые идеи, но это было сектанство, конечно же. Вы понимаете, что это учение не христианское совершенно, оно не библейское и абсолютно такое. Ну, а чипенцы всегда в любом поколении какие-то существуют, какие-то раскольники, там, значит, там, как назвать их раскольники, не знаю, как еще назвать. Ну, вот, православие, так называют. Вот, мне очень нравится красивое слово, чипенец. Он как бы, ну, отщипнулся, как бы, он оторвался, раскольник, щепка, да. Ну, вот, и, конечно, но основная масса христиан, она не имела, вот, понимание, там, других посредников к Богу, да. То есть, для карпократиян, соответственно, помолиться во имя, там, Сократа, допустим, или Аристотеля, было нормально. То есть, это тоже Христос, это тоже Христы, тоже, как бы, и во имя самого карпократа, допустим, да. Но настоящие христиане, конечно, не имели таких учений, и настоящие христиане, они, значит, верили в уникальность, неповторимость, единственность посредничества самого Иисуса Христа, великого первого священника. И потом, ну, у карпократиян, как и у других гностиков, что еще процветало? Я думаю, что вы уже слышали, наверное, о том, что у гностиков очень популярным был спиритизм. Слышали об этом? Да. Дело в том, что, вообще, гностические вот эти школы, древние, они были сплошь спиритические школы. И это не холли спирит. Это именно конкретно было реальное общение с умершими. И для, понимаете ли, для карпократиян иметь общение с умершим, допустим, там, Пифагором, тем же самым, было нормально. Вызывать его дух там на служение было, ну, как бы, это дух Христа они считали тоже. То есть, это ересь, откровенная ересь. Я не буду дальше углубляться, понимаете ли, и так грязь у вас впереди очень много сегодня на лекциях. Значит, но скажу, что, запомните следующее, что первых три столетия христиане не имели ничего, что касается многобожия, кроме отдельных там отчебенцев, там, каких карпократиян. Затем, значит, целых сто лет еще, да, целых сто лет, четвертое столетие, все четвертое столетие христианская церковь была уже такой, ну, государственной, легальной, официальной. И тысячи храмов, тысячи церквей строились по всей необъятной Римской империи. Вот, если вы карту представляете себе, да, Римской империи, думаю, более-менее все представляют. Вот, это бассейн средиземноморский, да, это от Великобритании до Ирана и Ирака, Индии, да. Потом от Скандинавии чуть ли не, и до чуть ли не центральной Африки одно время. То есть, огромнейшая, на самом деле, величайшая империя. Так вот, и по всей Римской империи строились тысячи и тысячи храмов. Есть разные предположения, сколько их было построено. Говорят, до 50 тысяч могло быть этих храмов в то время, в расцвет как раз именно строительства. Ну, маленьких и больших, понятно дело. Грандиознейших, как вот Софийский собор впоследствии, да, допустим, ну, это уже в шестом, правда, столетии. Вот, ну, строились тоже большие храмы в Риме, допустим, да, в Антиохии большой был храм. Там, говорят, антиохийский храм, да, в Антиохии, да, он вмещал до 20 тысяч человек. Ну, опять-таки, это, ну, фантастика, может быть, это стадион, скорее всего, использовался под храм, я так полагаю. Потому что нельзя было крытое сооружение так построить, вот таким образом, я так считаю. Вот, в те времена. Хотя, кто его знает вообще? Может быть, мы еще из истории узнаем такое, что, о чем мы не знаем сегодня вообще. Но, по крайней мере, известно, что вот в этих тысячах храмов, ну, представьте себе, там, ну, не 50 тысяч, но, может быть, там, допустим, 40 тысяч храмов, да. Представьте себе, ни в одном из этих храмов не молились никому, кроме Бога. Только лишь Господу Богу. Призывали имя Отца и Сына Святого Духа. Были, правда, унитарии, были антитринитаристы, как их называют. Думаю, слышали, наверное, о ересе такого ария, арианства. Эта ересь была осуждена на Первом Вселенском Соборе. Арий, это учитель из Африки, священнослужитель, один из Африки, африканский, александрийский. Он учил, что тому, чему учат сегодня, допустим, единственники, значит, наверное, слышали вы об этом учении, что Иисус Бог, и Он же Отец, и Он же Дух Святой. Как бы это одна личность. То есть, Иисус, то есть, Отец стал Иисусом, и потом Духом Святым. Как бы это одна личность. На самом деле, из Писания мы знаем, что благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Мы знаем, что есть все-таки, хотя для нас очень сложное, но вот это разделение Отца, Сына и Святого Духа. Но Арий считал по-другому, и это учение было осуждено африканского священнослужителя Ария. И потом, хотя я бываю у единственников, тоже проповедую иногда в этих церквях, но я говорю так, что, знаете, братья, я верю, что всем нам Бог откроет свою истину, а истина в Иисусе Христе. Но они, что касается Иисуса Христа, они очень четко провлашают имя Иисуса Христа. Мне это очень нравится, слава Богу. И еще скажу, что 100 лет на протяжении 4-го всего столетия христианская церковь не имела многобожие, но впоследствии, к сожалению, в начале 5-го столетия это все произошло. А это произошло в 431 году и потом в 51-м году. На протяжении вот этого времени все это происходило. Запишем. Я говорю сейчас на этом уроке о том, как многобожие появлялось и зарождалось в христианстве. В 431 году произошла такая трагедия в христианстве. То есть, через 4 столетия после Иисуса. Значит, до 431 года нет ни одного упоминания о том, что в христианстве молились кому-то еще помимо Господа Бога. И вот в Эфесе, в 431 году, впервые в истории христианства был вопрос поднят о том, можно ли молиться кому-то еще помимо Господа. Вопрос был поставлен на рассмотрение собора. Но вы понимаете, конечно, вы понимаете, что вопрос возник не тогда еще, он раньше еще возник. Возник в Африке, именно в северо-восточной Африке, там где орианство некогда процветало, среди христиан, гностиков, которые стали называться уже монахами. Монашество, кстати, я еще об этом буду говорить, тоже упомяну и сегодня, и завтра еще о монашестве немного. Монашество, ну все знаете, что монашество, да, в христианстве есть тоже. Но оно, хотя и в христианстве монашество, но сама идея монашества и сам факт монашества пришло из других религий христианства. То есть это не христианство родило, в христианство пришло извне, это учение и практика сама. Именно откуда пришло монашество в христианство? Из гностицизма. То есть от учения гностиков пришло. По крайней мере первые монахи и первые монастыри это все были по сути древние школы гноцизма, которые стали христианским уже. А почему христианским? Потому что в конце 4 столетия все население империи так или иначе уже было христианским. Обязано было быть христианским. И поэтому хочешь не хочешь, а принимай христианство уже. И в 4 столетии зародилось монашество, я буду об этом говорить еще раз, о том как оно зарождалось. Но именно из монашества вот эта идея пришла в христианскую церковь. О том, что можно молиться кому-то еще. Не только Богу, не только Отцу и Сыну и Святому Духу. Не только Иисус является посредником, первосвященником, ходатаем к Отцу Небесному. Есть еще и другие ходатые. Откуда, вы скажете, взяли монахи эти учения? Откуда африканские вот эти лидеры? Это было в Сомали нынешнем, значит, Эфиопии, в Египте. Вот в этих странах, сегодня эти страны существуют также. Вот в этих странах с северо-востока Африки зарождались такие учения. Откуда они взяли эти учения? Из спиритизма. Почти все их мнения были следующие. То есть, они Библию признавали, но игнорировали, по сути, пренебрегали. Александрийская школа богословия, которая в то время процветала. Слышали об этом, да? Александрийская школа богословия. Харизматическая. Она не совсем харизматическая. Хотя можно сказать харизматическое. Но она не... Потолкование может быть харизматическое. Вообще, она, это Александрийская школа богословия, была основана вообще одним очень странным человеком, о котором очень мало информации, но пантен такой. Молиться стал первым. У них же стали молиться за мертвых первых первых. Да, и у них же там, да, 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 все это зародилось. Но самое страшное, я считаю, что у них зародилось, там, в Африке, да, у этих, значит, Александрийцев, это именно как раз вот это многобожие. Потому что до этого додуматься, это надо было иметь, ну, дерзость уже, ну, такую, против Бога. Потому что определенную такую, это какой-то бунт был такой в христианстве, знаете ли? И он начался именно оттуда, из Африки. Бунт против Слова Божьего. Потому что Александрийцы, основал ту школу, Александрийскую школу богословия, некто Пантен. О нем мало что известно вообще, об этом человеке. Известно, что он принял христианство, был очень умным человеком, значит, и начитанным. Его очень уважали в Африке, северо-восточной этой Африке, да, вообще по всей Африке уважали. И он, когда принял христианство, он основал школу библейскую. Но его система толкований, она не нравилась большинству христиан, и христиане считали это елестью. Потому что он выступал за аллегорические толкования Писания, он избегал прямого такого объяснения Писания, он избегал прямого понимания Писания. Хотя в иудаизме, допустим, тоже есть, значит, такое понимание, древнее такое понимание многоликой Тора. То есть, один и тот же текст Писания можно очень по-разному понять. Как говорят, два раввина, три мнения. То есть, очень разные есть толкования, очень разные есть объяснения, да. Но, знаете ли, при всем при том, что, да, есть масса споров, как понять этот текст, допустим, или эти тексты, или эту книгу Торы, Писания пророков. Но при всем при этом, очень есть четкое понимание в иудаизме, и было, и есть, оно сохраняется, что есть первое, первое, буквальное объяснение текста, и оно главнейшее. При всех наших спорах, при всех наших несогласиях, есть первое, буквальное понимание текста, и оно является самым главным. А все остальные толкования, они уже второстепенно. Хотя каббалистика, конечно, это такая магия еврейская, она, к сожалению, заводит в тупик, вообще, современный иудаизм, традиционно-ортодоксальный. Именно объясняя все мистически, объясняя все именно каббалистически, мистически, магически, и отказываясь, по сути, от буквального такого объяснения текстов, даже приходя к таким, ну, глупым просто, я считаю, толкованиям. Допустим, заповедь говорит, не укради, да? А какое есть толкование? Грех не украсть. Одно из толкований, это заповеди. Представляете? А как можно, не укради, на входе, да, не укради, потом там бла-бла-бла-бла-бла, толкование, и в конце, грех не украсть. Сейчас просто мало времени, но я могу рассказать, это очень хитрая система, даже христиане отстали в этом плане, слава Богу, нам не нужны такие лавры. А можно ли? Да. А вот, ну, про прямое толкование, просто есть вещи, которые действительно нужно прямо воспринимать, а есть, которые, ну, они открываются. Например, вот, когда Иисус в лодке был, да, конечно, можно и прямо воспринимать, ну, в лодке Он плыл, и все, как бы, а можно и посмотреть, совсем по другому. Да, да, вот, хороший пример, да, что есть прямое понимание текста, а есть именно вот эти вот, такие другие объяснения этих текстов, да, но прямое значение, это первое, и оно самое главное. Т.е. не надо понимать, что Иисус вообще не был в лодке, на самом-то деле. что он был в лодке а можно понять, что его и вообще и не было но, понимаете ли он реально был в лодке я считаю, раз написано об этом так, но другие объяснения, они дополняют но они не отрицают первый смысл хотя есть тексты, которые с самого начала, допустим их нельзя в лоб поднять допустим, слова Иисуса особенно без знания еврейского контекста в отрыве от Ветхого Завета в отрыве от системы толкования еврейской, допустим слова Иисуса, вырви глаз от руки и руку надо смотреть по-русски по-татарски, по-американски по-африкански буквально, допустим, да, понятно ничего, что все христиане, поэтому узнают все, что вы мои ученики, если будете по одному глазу иметь, значит, по одной руке получается, вот собрание такое странное вот еще там, циклопоты собрались, значит, святые но, вообще-то, потому что по-любому, каждому из нас нужно было вырвать глаз Бога, если буквально понять если вне еврейских систем толкования, потому что именно Иисус же проповедовал в основном евреям и тем, кто был религиозно грамотен, и они знали эту систему толкования эти слова, вот вырвать глаз, я думаю, значит я трубить руку, думаю, вам объясняли, наверное, да? что в еврейском системе толкование это означало совершенно другое не буквально, а трубить себе руку буквально хотя, находятся по сей день такие толкователи, которые не вникают вот таким образом в писание правильно и пытаются вот я лично с такими сталкивался, вот как ни странно один там, хотя такой учитель, который с кем я столкнулся с таким, он сам себе не жёг руку и не резал пальцы, значит, но учил представляете вообще, думаю, если ты учишь, то сам попробуй вначале вот, а сам-то не очень, видимо, хотел на себе экспериментировать ну да, умер с двумя руками, с двумя глазами, насколько я знаю хотя, думаю, поводу было более чем достаточно вот, и был такой, уже могу говорить о нём, потому что уже в чем ушёл в вечность уже архимандрит такой был, Авель в Рязанской епархии пожилой человек, и он реально учил вот, реально учил, что ну, сразу не рубить руку, но, допустим, жечь пальцы потом вредить себя, значит, там, резать и по возможности, если уже ничего не работает, то резать пальцы, значит, себе вот если там искушение какое-то, да, допустим и он брал примеры из жития святых допустим, одна святая я забыл, как её звали уже она была очень красивой девушкой и один там парень был вообще без ума от неё а она хотела быть монашкой, значит, и видит, что тот парень всё под окном серенада поёт, значит, как бы она однажды позвала его, говорит, что милый человек, иди сюда вот, значит, что тебе вам не нравится больше всего? он говорит, о, твои глаза она взяла, чем ввязала и оба глаза себе выколола значит, что вам отстало от неё то есть, и это считается верхом святых что она победила, значит, там, похоть она сама, как бы, была к нему нервнодушна и вот решила, как бы, сразу два в одном чтобы её отстал, надо же, фанатичка какая значит, вот, и сама, чтобы, значит, не прелюбодействовала взяла и выкнула себе глаза и стала монашкой святая, покровительница, значит, там, блудников там, значит, там, прелюбодеев, значит, чтобы ей молятся обычно от блудной страсти, там, это святой там, значит, чтобы, значит, чтобы похоть усмирить как бы, и вот это, да, думаю, вот это средство хорошее, да вот, значит, да, такая банка такая, значит, волна но, знаете ли, скажу, что, конечно ну, там другие примеры ещё других святых, как бы, значит, там, но, опять-таки, да, и, а я был тогда ещё молодым священником совсем, только меня рукоположили в священнике я был в девяносто первом году в Лязани, в Борисове Левском соборе тогда я служил, и первые месяцы сразу после рукоположения, и это была осень, как раз девяносто первого года, и, понимаете ли, моя первая была литургия, первая литургия в шесть утра начиналась у нас, моя первая литургия, она как раз заканчивалась и вдруг заходит женщина в храм, а я её знал, она каждое служение была в храме, она жила прямо напротив, там, церкви, насчёт этой, и она каждый день фактически была, почти без, если день какой-то она прогуляла, там, в месяц, то это была вообще сенсация, она всё время была там в церкви, либо на ранней, либо на поздней литургии, либо и там, и там, и вот, значит, и она вдруг заходит в храм, к концу служения, я как раз уже выхожу, уже всё, уже всё собрал, и уже другой священник уже новой литургии будет начинать уже, насчёт в другом алтаре, уже поздней литургии, в девять утра уже, и вот, и она заходит здесь, и я прям вот вижу её лицо, знаете, безумное такое, бледное такое пятно такое, и всё просто, два глаза на этом пятне, вот, сама такая белая, непонятно, наверное, какая, и у неё здесь намотана тряпка такая, и я вижу, она внизу вся кровавая уже, эта материя, там, какая-то тряпка, полотенце какое-то, непонятно, что такое, и её раз подхватили, она шатается уже, падает, она, кажется, она сама не замужем этой женщины, и всё, боролась блудной страстью, значит, и она была духовной дочерью этого как раз архимандрита, она себе все пальцы пожгла, он учил ей пальцы жечь над свечой, у неё были все эти чёрные, эти были, обугленные пальцы, то есть она, чтобы не блудить, она, значит, короче, она себе жгла все пальцы вначале, потом, значит, жгла воздействие кожу, тоже у неё были чёрные, ожоги такие были, вот, значит, это не действовало, и в конце концов, она, видимо, достала уже его, вот, исповедями регулярными, он сказал ей, что если это не работает, то самое радикальное, бери и руби себе руку, вообще, вот, значит, потому что написано, вот, в Евангелии Иисус говорит, что если, значит, уже ничего не действует, то, короче, руби себе руку, и всё, ну, ладно, и она это поверила, я думаю, но руку отрубить она не решила сразу, а отрубила себе пальцы, вот, значит, и взяла топор, там, ну, частный дом, прямо возле церкви, значит, и рубанула себе, ну, хорошее сознание не потеряла, обмотала себе тряпкой, вот, дошла до церкви, зашла, мы тут же скорую вызываем, значит, там, ей на шатырь дают, она сознание теряет уже, вот, значит, промотали ещё сильнее, скорая забежала, всё, значит, забрали её, а я даже врачу не могу ничего объяснить, говорю, ну, как объяснить, что вот, вот, религиозный фанатизм, да, вот, значит, и, вот, сам-то этот архимандрит-то он, значит, ну, и... Не соблазнялся, не было? Да, он не соблазнялся, он сам соблазнял, и, значит, и, то есть, понимаете, скажу, да, ну, я не судья ему, конечно, Бог ему теперь судья уже, значит, но скажу, что его жизнь не была моральной, так проще говоря, вот, высоко моральной, и он себе не жёг ничего, значит, и, значит, не прижигал и не рубил, значит, и поэтому таким лжеучителям, я говорю, что это ужасно, но если они хотят учить этим вещам, в отрыве от еврейских систем толкования, в отрыве от библейского смысла, этого всего общего, вот, то и нужно на Саин-Носева попробовать вначале, вот, ну, вообще, это, конечно, фанатизм, и ничего общего с библейским средством толкованиями не имеет, да. Ну, это же, вообще-то, на нарушение, как бы, закона разве, Российской Федерации? Не, ну, безусловно. А он понес наказание? Никакого, абсолютно, абсолютно, и... Это не единственный случай, это лишь случай, с которым я лично сталкивался, вот, но у него духовные дочери, ну, как бы, его духовные дочери, их можно было сразу узнать. Это обычно такие все, иссушенные постами, пальцы пожженные, и это очень фанатичные такие женщины, они там, значит, скажу, что ужасное такое. Вот, я сейчас понимаю, хотя раньше думал, надо же, вот, какие набожные, вот, как бы, очень ревностные такие, сестры эти, вот, и... У него их было много дочерей, а вообще от него там были без ума очень многие. Вот, он считался очень духовным, бесы возгонял, там бесы вопили, там с чаши ходят, там, эти женщины кричат, клекуши, там, а-а-а, там, значит, там хрюкает кто-то, он там, о-о, там все, пошел, он там все, значит, там причащает, значит, там, они успокаиваются, значит, то есть, ну, опять-таки, те, кто хрюкали и кричали, они там, вот, в 91-м году я впервые с этим столкнулся, ну, в Рязани, да, до того в Рязани не бывало ни разу, поэтому я не знаю, но священники старые, там были, там отец Николая был такой старенький священник, он говорит про поводу Авеля, ну, он не против него был, конечно, но говорит, ну, вот те же самые, что хрюкают сейчас и 20, и 30 лет назад, они так же хрюкали, но на время успокаиваются, на недельку, на две, там, до следующего, там, этого, инцидента, но, а посторонние, заходящие фрамы, они говорят, о, какая сила Божья, о, это да, там, там, бес, там, от него в шоке вообще, там, как бы, вот, ну, вот, а один молодой священник рассказал, что он видел реально беса прямо в алтаре, когда Амери зашел, значит, прямо в алтаре над престолом, он перепугался так, что, я говорю, у него раньше была белая горячая, когда-то, у него была зависимость, значит, у этого священника, вот, значит, но потом он бросил пить, значит, ну, не даже по вере, а вот именно, ну, метики помогли ему, да, вот, еще до, задолго, когда он стал священником, вот, он стал священником, и вот, и как раз он видел тогда вот это все, это было ужасно, то есть, бесы могут проявляться, да, но реальное освобождение только лишь в имени Иисуса, значит, а то, что вот эти чайотворцы вытворяют, так называемые чайотворцы, это все заклинание, там десятки имен разных святых произносятся, целителей, вот, и, ну, я об этом тоже расскажу еще, но давайте по порядку все-таки о многобожии, значит, что же произошло тогда, в 431 году, вы запомнили, да, наверное, предысторию, пожалуйста, запомните это, что из Африки, из северо-восточной Африки пришло это учение, через спиритизм, запомните, пожалуйста, это не было там откровением из Писания, ни в коем разе, это потом уже в последующее время, значит, места Писания стали некоторые там приводиться, как бы доказывающие, как фиговые листочки, давайте, прикрывая наготу этого лжеучения Бесовского, в 431 году в городе Эфесе проходил собор, третий Вселенский собор уже, на третьем Вселенском соборе, я не буду обо всех соборах говорить, хотя это отдельная интересная очень история, но давайте мы, как бы, по самой сути, о самом важном таком, первые два собора, они библейских отклонений таких не имели серьезно, хотя были уже определенные такие эксцессы, тот же самый цезарь-папизм, да, значит, стал уже политикой церковной, к сожалению, это уже было отклонение уже от истины, от Христа, хотя оно было не таким заметным еще в то время, но в 4 веке, то есть, церковь, она сильно не уклонилась от, значит, христианства, хотя еще, кроме цезарь-папизма, еще и вот эта вот насильственная христианизация населения, это тоже было уклонением уже от Евангелия, от христианства истинного. Так вот, но самое удивительное, страшное событие произошло именно на третьем Вселенском соборе в городе Эфесе. В основном африканцы, участники этого собора, предлагали как раз именно в христианство, христианство модернизировать, предлагали христианство как бы оживить, христианство облагородить, вот культом святых. Шла речь о том, что, значит, культ Марии и святых. Шла речь о матери Иисуса Христа, о матери Иисуса и о чем еще, да, о ком, извиняюсь. И об апостолах, об апостолах Иисуса, что якобы, вот такого монаха было понимание, откровение, что Мария, она как матерь, ближайшая к Иисусу, и апостолы, как ближайшие ученики, они уже там уже на небесах воссели, на престолах, и они могут быть ходатаями, посредниками к Богу. То есть, уже не только Иисус есть ходатай, а что якобы и мама его, и его ученики, друзья, они уже являются ходатаями, посредниками к Богу. То есть, иерархия усложняется уже. Зачем была нужда в матери, особенно в матери? Дело в том, что божество, женское божество, да, было очень популярным на Востоке, на Западе, и по нему скучали многие обращенные в христианство, тысячи и тысячи людей. Культ Богородицы был очень известным. Я вчера упомянул кое-что, да, об этом, что культ Богородицы, он был задолго до христианства известен. Известно, что Семирамида, она жена Немрода, вот этого тирана, согласно еврейской энциклопедии, Немрод был тем, кто как раз именно отвлекал людей от Бога. Первый политик, как бы, или правитель, который попытался человечество от Бога увести в сторону, именно Немрод. Кстати, я слышал проповеди, допустим, проповеди в харифматических церквях некоторых, где как раз говорило, что, ну, от обратного. Допустим, есть вот система, мы говорили о системе толкования, да, я говорил о системе толкования, есть системы толкования очень такие скользкие и близкие к ересе, пограничные. Как бы, есть, допустим, знаете, вот, грибы, да, есть откровенно ядовитые, а есть сведобные, а есть условно сведобные. То есть, можно не умереть, а можно умереть. Кто его знает? Такая русская рулетка такая, на тебе. Значит, и поэтому, кто его знает, что будет дальше? И вот, есть такие пограничные вещи, условно-христианские, которые очень часто в разной деноминации проявляют себя по-разному. И вот, в православии тоже самое есть, в католицизме, в протестантизме. И вот, в харизматическом движении есть такие условно-сведобные такие вещи, а есть откровенно уже еретические, которые заводят в сторону, уводят. Допустим, я сам лично слышал от больших учителей харизматических, такие проповеди, допустим, что Вавилонская башня, строительство Вавилонской башни, на этом примере мы должны научиться строить церковь, строить христианство, строить бизнес, на этом примере. Потому что было едино душа у них, они были вместе, одним народом, и никто не смог их остановить. И один из проповедников говорил так, большой проповедник, известный, там многотысячная церковь, значит, и большое министрис такое. И он говорил так, что мы строим такую мега церковь, мы строим царство Божие на этой земле, мы строим, значит, большую такую деноминацию, и никто нас не остановит, даже Бог нас не остановит. И он повторил это несколько раз, что даже Бог нас не остановит. Мы строим Божие царства, и даже Бог нас не остановит. Мне было так немного не по себе. Ну, может быть, я думаю, в полемике, ну, не в полемике, а порой несет сторону проповедников, но не до такой степени, чтобы повторять это несколько раз. Ладно, сказал один раз, оговорился, допустим, глупость, но промолчившийся еще раз хотя бы, или извинись, скажи, что братья и сестры, я все-таки одумался, и I'm sorry. Но он повторил эту глупость еще и еще раз. А потом в конце служения тысячное собрание, несколько тысяч было человек, он поднял всех и говорит, давайте будем молиться и будем провозглашать, что мы немроды нашего времени. Прими дух немрода прямо сейчас, прими дух немрода в свою жизнь, в свою семью, в свой бизнес, в разную сферу своей деятельности. Это христианское собрание. Там сотни пастырей было, может быть 200-300, это точно больших пастырей было. И все кричали, ну пока никого я мог видеть, мне было жутко, я подумал, куда я попал вообще, где я нахожусь. Это собрание христианское или уже антихристианское уже, откровенно, дух антихриста, реально, потому что дух немрода, это дух антихриста. И немрода, это первый антихрист, потому что в истории человечества, и об этом есть очень много свидетельств исторических. И, так вот, к сожалению, вот такие перегибы, они существуют. Есть, допустим, еще какие-то толкования, такие, очень странные такие, на мой взгляд, тоже толкования, в этом же разряде. Допустим, можно взять, многие проповедники в разных динаминациях используют такую систему толкования, допустим, что, примеры, вот Иисус говорил в притче о царстве, о женщине, которая взяла в тренер муки, бросила закваску, пока не скисло все, да? И очень многие проповедники это используют, да я порой тоже использовал это не раз раньше, как положительный пример, что вот мы вскисаем, мы все, мы все заквасим в этом мире, мы как малая закваска, которая заквасят абсолютно все. Но, опять-таки, оно красиво звучит, но страшно звучит, наподобие, может, не так страшно, как с духом Немрода, но примерно из той же самой оперы. Дело в том, что, согласно еврейской системе толкований библейской, женщина не может означать положительное. Второе, закваска никогда в еврейской системе толкований не может означать добро. В Ветхом Завете она всегда означала зло лишь, в Новом Завете то же самое. Берегит закваски фарисейской, сутыкейской, иродовой. Апостол Павел тему это развивает дальше, говорит, что закваска порог и лукавство, да. А пресных это чистота и истина. То есть, значит, никак не может быть это все. Тем более, что в контексте притч Иисуса Христа, Иисус о Царстве Божьем не только хорошее говорил, да. Он много плохого говорит о Царстве Божьем, очень много. И это все исполнилось, к сожалению, не только хорошее. Не только доброе о Царстве Божьем исполнилось, но и много плохого, что Иисус говорил о Церкви своей. И это тоже исполнилось. Не только хорошие семена в Царстве Божьем прорастали, но и много сорняков было посажено. Это тоже факт. И, к сожалению, мы видим, что сегодня поле Царства Божьего, поле Церкви Христовой засеяно не только злаками, но и много сорняков. Есть порой такие участки этого поля, что даже и многие машут рукой и говорят, что там вообще что-то, наверное, доброго ничего нет. Только одни сорняки сплошные. Но даже среди сорняков в этом участке поля Царства Божьего, христианства, исторического, все равно есть доброе зерно, встречаются. Мы можем встречать даже на полях сплошные сорняки, но и вдруг раз видишь, там пшеница, какие-то семечки попали туда, они там проросли и растут себе. И важно нам не делать, как предложили работники того хозяина, давайте мы прополем все это сами своей рукой. Нет, нет, дождитесь конца. Бог оставляет все это расти и то и другое. И там уже разберется. Мы должны смотреть за собой, чтобы много плода принести, чтобы не быть пустоцветным каким-то, допустим. И о Царстве Божьем, которое все вскисло, это тоже исполнилось. На самом деле, все христианство было заквашено, на самом деле, страшными пороками, лукавством. Закваска Ирдова, фарисейская, саддукейская, порок и лукавство всквасило все христианство фактически полностью. Вот взять, допустим, время средних веков. 100% христианство, с одной стороны, в Европе, а с другой стороны, мрачное средневековье. Свет стал мраком, представляете? Значит, времена 5 столетий назад, если бы мы с вами так собрались, с Библией в руках, изучали бы Слово Божье, нас бождал костер просто-напросто Инквизиции. Вот какое христианство крестовых походов и Инквизиции порождало христианство без Христа. Да, вспучное такое, вскисшее христианство. Но Господь дает через апостола Павла такое повеление очистить старую закваску. Интересно? Да, это звучит вообще фантастично. Он предлагает нам вскисшее, всквашенное сделать снова пресным. По-человечески это невозможно вообще. Но реформация это не то, что возможно человеком. Это то, что возможно лишь Богу. Реформация то, что под силой лишь всемогущему Отцу Небесному. И, дорогие друзья, запишем такое местописание, им закончу первый урок. Шестой уже урок. Заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Это Матфея 22.29. Матфея 22.29. Заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы Божьей, Иисус говорил. То есть все заблуждения наши происходят христианские и вообще в мире от незнания Писания и от незнания силы Божьей, лично живого Бога. На этих двух крылах мы будем парить, как и мы, и не забудем. Слава Иисусу. Аминь.